Иван жил с матерью в большом городе, когда его мама серьезно заболела и надолго попала в больницу. Мальчишка в то время заканчивал первый класс и остался в пустой квартире совсем один. Сперва за ним приглядывали соседи, но когда матери поставили сложный диагноз и стало понятно, что она пролежит в больнице не один месяц, за мальчиком приехал с Алтая его дед и забрал парня к себе в деревню, расположенную в 30 километрах от города Биска. Потом после выписки из больницы туда переехала и мать Ивана. Поселились все они в старом дедовском доме, да так с тех пор Иван там и живет. Дед его был охотником и не просто охотником, а человеком с большой буквы, старой закалки, который никогда не брал у природы больше, чем ему или его семье было нужно. Капканов не ставил и бил только из ружья меткой и наверняка. И всегда просил прощения у леса и животного, которое становилось его добычей. Он постоянно брал Ивана с собой в лес, учил любить и чувствовать природу, ее дыхание, бережно относиться к ней. «Только человек, который с уважением относится к лесу, заслужит его уважение», – говорил деду мальчик, сидя у маленького костерка и помешивая ложкой варива в котелке. «Не обижай лес, и он тебя никогда не обидит. Помогай по возможности, и когда-нибудь помогут тебе. Мы часть этого мира. Только когда мы это осознаем, наша жизнь становится совсем другой. Помня об этом всегда Ваня». И он помнил и всегда чтил дедовых заветы, особенно когда стал взрослым. У мальчика с детства был дар. Он отлично рисовал, был прирожденным художником. Учиться рисованию ему не довелось. Только в первом классе, когда они с мамой еще жили в городе, он ходил в художественную школу. Но потом, в силу того, что в деревне учиться было негде, художественного образования он так и не получил. Но мать с дедом всегда поощряли его тягу к живописи. Покупали для него в городе краски, кисти и холсты. С возрастом у парня к живописи добавилось еще увлечение фотографией. На первые заработанные деньги он купил хороший, но поддержанный фотоаппарат и стал днями пропадать в лесу за своим увлечением. А вот охотником, как его дед парень, так и не стал. Просто не смог. Молодой мужчина хорошо знал лес, каждую его потайную тропку и очень часто в своих странствиях по самым удаленным местам находил поставленные кем-то капканы, а частенько и мертвых и стерзанных животных. Иван капканы разбирал, уносил с собой, а потом утилизировал. Как-то еще в детстве дед показывал внуку, где находится его самая дальняя лесная заимка. Пару раз они бывали там вместе, и парень хорошо запомнил туда дорогу и само место. Избушка охотника стояла на берегу чудесного озера. Оно было абсолютно круглым, если смотреть на него с высоты птичьего полета. Да, вот такое чудо природы, затерянное в тайге. Нарисовать это место озеро-лес вокруг и избушку на берегу было заветной мечтой парня. И вот этим летом он решил во что бы то ни стало осуществить свою мечту. Вооружившись всем необходимым, а также провизией и запасом воды, он отправился в дальний путь и приготовился провести в лесу пару-тройку дней. Вышел из дому на рассвете и пошел только ему ведомыми трубками на заветное место. Путь его пролегал там, где не ходят даже самые заядлые охотники. Он любил такие трубки, где оставался наедине с природой. Он наслаждался тишиной и звуками леса. Тут было все особенное, неповторимое и не всем понятное ощущение полной гармонии. Углубившись довольно далеко в лес, он внезапно услышал какой-то непривычный для леса звук. Что-то, что выбивалось из привычной картины мира. Какой-то не то стон, не то плач. Он остановился и прислушался. Сперва воцарилась звенящая тишина, а потом опять повторился стон, такой глухой и протяжный. Иван осторожно пошел на звук. Несколько раз пришлось останавливаться и снова прислушиваться, пытаясь определить направление. В дальнем конце небольшой поляны в буреломе он увидел волка. Большой серый зверь лежал под большой кучей веток, сломанных ветром. Его передняя лапа была крепко зажата стальными зубьями капкана. Волк уже перестал биться и только тихо стонал, иногда вздрагивая всем телом и глубоко дышал. Иван остановился в замешательстве. Одно дело собирать по лесу расставленные капканы и совсем другое дело вызволять из капкана живого волка. Этого он никогда не делал. Более того, так близко этого страшного хищника он никогда не видел. Но бросить животное погибать здесь он тоже не мог. Парень понимал, что ему придется это сделать. Внезапно волк вздрогнул, глухо застонал и посмотрел парню прямо в глаза. Иван увидел в них такую чудовищную боль, его как будто пронзила молния, да так, что он снова обрел способность двигаться, а вместе с ней и действовать. Не раздумывая больше ни секунды, он бросил свой рюкзак и оборудование и медленно стал приближаться к лежащему зверю. В руках у него была толстая палка, которую он хотел использовать как распор, чтобы разжать зубья капкана. Он поставил палку в упор и нажал на рычаг, одновременно чувствуя, как тяжело раскрываются стальные зубья и как напрягся зверь, готовый в любую минуту вырваться на волю. Наконец-то створки капкана разомкнулись. Волк немедленно выскочил, чуть помедлил и хромая скрылся в лесу. Парень бросил палку и в изнеможении прислонился к стволу сосны. Он был весь мокрый, по лицу и спине струился холодный пот. Молодой человек решил больше не испытывать судьбу и вернуться домой. Если сразу все не заладилось, значит удачи не будет, приду на озеро в другой раз, решил он. Прошло примерно полгода после того памятного случая в лесу. Несколько раз парень возвращался на то место, где впервые повстречался с волком. Проверял лесные овраги и ложбинки на предмет капканов. Но спасенного хищника так больше не видел. Он очень надеялся, что организм зверя взял свое и кости срослись, а раны зажили. Как-то в марте решил он опять сделать вылазку на то самое памятное место. Ему в одном журнале о природе заказали снимки лесного озера ранней весной. Обещали хорошо заплатить. Как всегда собрал он вещи, еду и оборудование и отправился в лес. Озерцо было небольшое, но довольно глубокое, скрытое от глаз в глубине леса. Наведывались сюда обычно рыбаки, но только те, кто хорошо знал лес и не боялся заплутать. Сейчас ранней весной тут не было ни души. И только дедова избушка одиноко стояла на берегу. Парень затопил печь, согрелся, перекусил наскоро и решил отправиться поработать. В каждый сезон озеро открывало свою красоту по-разному. Ему вдруг захотелось снять другой берег в водной глади, и парень ступил на лед. Взяв камеру в руки, он вышел на зеркальную поверхность и начал снимать озеро с другого ракурса. Лед был крепкий, лишь слегка потрескивал под ногами. Иван уже почти дошел до середины озера, делая все новые и новые снимки. Как вдруг под ногами раздался треск, и он понял, что погружается в ледяную воду. Он ухватился руками за кромку льда, холодная вода хлынула в валенке, и они стали камнем тянуть его на дно. Последнее, что он помнил, это какую-то серую тень на берегу, потом полный мрак и темнота. Очнулся он уже на земле. Кто-то теребил его за рукав и вылизывал теплым языком лицо. Парень открыл глаза и затуманенным взглядом увидел рядом с собой волка, того самого которого когда-то освободил из капкана. Волк пристально посмотрел Ивану в глаза, а потом ткнулся носом в его лицо. Он всеми силами пытался привести в чувства парня, не давая ему опять уйти в забытье. Избушка маленькая и теплая была совсем рядом, и молодой человек пополз к ней, поднимаясь на ноги и снова падая, но двигаясь в сторону своего спасения. Волк остался сидеть на берегу, он не сводил глаз человека, готовый в любую минуту снова прийти ему на помощь. Когда парень скрылся в избушке, волк поднялся, огляделся, стряхнул с себя снег, еще раз взглянул на человека, как бы говоря, ты уж давай осторожней в следующий раз, и исчез в глухой тайге. Субтитры создавал DimaTorzok